Добрый день, дорогие телезрители, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас 24 марта, воскресенье, и уже две недели поста прошли, и, скажем так, потихоньку, хоть медленными шагами, мы приближаемся к Пасхе, к Светлому Христову воскресенью. И вот сегодняшняя воскресенье, или по-славянски неделя, это вторая неделя Великого Поста, именуется неделей, названной в честь святителя Григория Паламы. И вот вначале мне хотелось бы прочитать Священное Писание, Евангелие, которое предлагается для нашего назидания, для нашего размышления в этот день. И немножко поговорим и об этом святителе. Это Евангелие от Марка, вторая глава, первой, двенадцатой стихи. В то время пришел Иисус Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. В тот час собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Он говорил им слово. «И пришли к Нему с Расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал Расслабленный. Иисус, видя веру, и говорит Расслабленному чадо, «Прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что Он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус, тот час узнав Духом Своим, что они так помышляют себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли Расслабленному, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми постель свою и ходи?» Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит Расслабленному, «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тот час встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». Вот такое евангельское повествование предлагается нам для назидания, для размышления во Второе воскресенье Великого Поста. И вот в первую очередь мы должны заметить в этом Евангелии любовь друзей к этому Расслабленному, которого они принесли к ногам Иисуса. По-видимому, они услышали, что Христос совершает чудеса, и вот они настолько уважали, любили своего товарища, что взяли его вместе с одром, с постелью, на которой он лежал, и принесли к ногам Иисуса. И вот Господь, видя веру этих людей, друзей его, исцеляет больного, расслабленного, это парализованного человека. И вот мы видим здесь второй важный момент в этом Евангелии, перед тем, как Господь исцелит этого парализованного человека, прощает ему грехи. Он говорит, прощаются тебе грехи твои. То есть в данном случае этот человек был болен, получил свою болезнь, как возмездие за некие грехи, некие согрешения, которые были им совершены, возможно, в молодости. И вот Господь говорит, что дальше в Евангелии, что Сын Человеческий, имеется в виду Христос, имеет власть на земле прощать грехи. И вот, когда он прощает грехи, одновременно с прощением этих грехов, человеку возвращается, этому больному человеку возвращается здоровье. И очень часто, дорогие мои, в нашей жизни, следствием наших каких-то болезней или жизненных проблем, неудач является именно грех. И вот мне сегодня хотелось бы поговорить о грехе. Часто очень мы слышим это слово, грех. Оно часто употребляется в нашем обыденном лексиконе. Но на самом деле грех – это ли есть катастрофа? Грех – это болезнь. И вот нужно сказать, что первые наши прародители, Адам и Ева, они совершили грех ослушания, непослушания Богу. И вместе с грехом, который совершили наши прародители в жизнь человеческую, вошли болезнь, страдания. И самое страшное – это смерть. И вот нужно сказать, что на самом деле грех – это величайшая катастрофа. Потому что вследствие того, что человек совершает грехи, много происходит в мире плохого и злого. И вот Господь дал человеку свободу воли, свободу выбора. И, наверное, многие из нас могут сказать, что мы не страдаем какими-то, не болеем какими-то тяжелыми грехами. Но у каждого человека, каждый человек грешен. И вот для того, чтобы спасти нас от греха, Христос приходит на землю. Он идет добровольно на крест, на распятие, и тем самым побеждает смерть дьявола и берет на себя грехи всего человечества. И вот мы читаем Евангелие, когда перед своими страданиями на Тайной Вечере Господь, совершая, можно сказать так, первую Евхаристию, Он говорит, указывая на хлеб своим ученикам, говорит, «Приимите и одите, сие есть тело мое, ежезавыломимое вооставление грехов». И, показывая на чашу с вином, говорит, «Пейте от нее все, сия есть кровь моя, много завета, ежезавас и за многих изливаемое вооставление грехов». То есть Господь говорит, что Он проливать будет кровь на кресте именно вооставление грехов всего человечества. И вот грех действительно это то, что причиняет нам скорбь и болезнь, прежде всего нашей душе, вводит человека в уныние и в отчаяние. И мы можем привести такие грехи, которые всем нам известны. К примеру, сколько семей было разрушено, совершая грех прелюбодеяния, по греху прелюбодеяния. Сколько действительно конфликтов в семье происходило по вине пьянства одного из супругов или обоих супругов. И сколько действительно семей было разрушено вот этим, казалось бы, таким грехам, которые бытуют в нашем обществе. И на самом деле грех разъедает человека изнутри. Грех, он портит взаимоотношения с людьми. И вот время Великого Поста – это то время, когда каждый из нас должен заглянуть вглубь, внутрь своей души и посмотреть, какие же грехи есть у нас. Конечно, есть тяжелые грехи – грехи убийства, грехи прелюбодеяния, грехи воровства, смертные так называемые грехи, от которых, точнее, человеческая душа мертвеет, если человек не раскаивается в них. Но нужно сказать, что есть и грехи обыденные, которыми мы привыкаем, которые мы совершаем, можно сказать, каждодневно. Это и грехи осуждения, и грех гнева, и грех зависти, грех раздражительности, сквернословия. И вот те грехи, когда часто мы согрешаем зрением своим, в мыслях, и вот это все грехи, которые, их не может быть, они могут быть маленькие, они могут быть не такие великие, как смертные грехи, но любой грех, он разъедает человека. И если человек в них не кается, то этот грех лежит неким грузом на душе человека. И поэтому в Церкви Господь Иисус Христос установил Таинство Исповеди. Он сказал, что кому отпустите грехи, указывая на апостолов, а в лице их и на священников, тому отпустятся им. Кому удержите, тому удержатся. И поэтому очень важно прибегать к Таинству Исповеди. И грехи, их можно сравнить, так сказать, с пылью. Вот, если пыль не протирать дома, да, то там наслаивается еще больше и больше и больше. Если ее протирать, то место будет чистым. Или, например, исповедь можно сравнить, вот как человек омывается, моется, старается умываться, мыться каждый день. Вот, то есть, если человек 2-3 недели, месяц не помоется, то можно представить, как от него будет разить, и самому человеку будет некомфортно. А исповедь и покаяние – это то, что очищает нашу душу. Это баня, можно сказать. Это такое духовное очищение, когда мы исповедуемся, каемся в своих грехах. И бывает, человек приходит на исповедь, говорит банальные фразы. Зачем грешен, спрашивает священник, делом, словом, помышлением. Важно на таинстве исповеди называть те грехи, которые как-то давлеют, как-то есть на совести. И называть эти грехи не банальными фразами, делом, словом, помышлением. Потому что священник является свидетелем перед Богом. Не священник прощает грехи. Это такое заблуждение, которое говорит, вот пойду к батюшке, он мне отпустит грехи. Не батюшка отпускает грехи, а грехи отпускает Бог. Священник является свидетелем покаяния человека. И вот исповедь – это действительно то, что необходимо каждому из нас, особенно во время Великого Поста, когда мы должны подумать над своими грехами, покаяться в них. Но еще нужно сказать, что многие из нас грешны под ничего не деланием. Как мы вспомним евангельского богача, который жил роскошно, пиршествовал, а рядом возле него лежал нищий, которому он ничего не давал. И вот когда закончила жизнь, бедный был отнесен на Лона Авраамова, царство Божие, а богач был в аду. И казалось бы, за что? Ведь он же никого не убивал, он не воровал. Но Господь его осудил за бездействие, за бездеятельность. И поэтому очень важно нам свою жизнь не растрачивать только для своих каких-то целей и удовольствий, но и творить какие-то дела милосердия, творить добрые дела. Я хочу пожелать, чтобы каждому из нас в это время Великого Поста Господь помог найти, отыскать те грехи, которыми мы больны, покаяться в них, поисповедоваться, и Господь их простит. И я хочу закончить вот эту сегодняшнюю нашу передачу словами апостола Павла. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем себя, и истины нет в нас. А если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Поэтому я желаю, чтобы мы во время Великого Поста принесли Богу покаяние, поисповедовались в грехах Своих, чтобы Господь нам их простил и даровал нам всем здравие духовное и телесное. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова